Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Город полон тайн и звуков ленительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. Город и камни люблю, грохот его и шумы певучие. Музыкальный маршрут. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Может быть, остановимся? Слушаемся? Охотный ряд. Погуляем сегодня по этой улице, вокруг гостиницы «Москва». Но почему, Саша, охотный ряд? Все очень просто. Потому что когда-то, очень давно, здесь торговали дичью, убитой на охоте. В основном птицами. Так что, прогуливаясь по охотному ряду, мы можем не только посмотреть, но и мысленно послушать. Послушать. Птиц. Птиц, конечно. Здесь москвичи покупали канарейк, попугаев, соловьев. Вообще, здесь был птичий рынок. Вот мы привыкли вспоминать, что когда-то птичий рынок в Москве был в Калитниках. Ну, все, наверное, помнят. Это уже далекое прошлое практически. Рядом с Калитниковским флагом. Да, да. Это незабвенное место, где, наверное, бывал каждый москвич. И в детстве, и во взрослом возрасте. Но раньше, в 19-18 веках, птичий рынок был вот как раз на месте гостиницы «Москва». Как все таинственно и как все приплетается. На месте гостиницы «Москва» птичий рынок. Птичий рынок, да. Ну, и там же, соответственно, торговали и мясом, там были бойни, там были знаменитые купцы-охотнорядцы. Печально известные, поскольку, когда в конце 19 века обстановка в Российской империи накалилась, и в Москве, в частности. Так вот, эти купцы активно поддерживали полицию, разгонявшую студентов Московского университета. Это были ужасные консерваторы. И вот с тех пор, когда говорят «купец, охотнорядец», то подразумевают под этим человека жесткого, грубого. И такого костного. Костного, ненавистного и даже ксенофоба, скажем так. Но нам приятнее вспоминать об охотном ряде, где поют птицы. Ну да, но местечко, согласитесь, непростое. Да, местечко непростое. Конечно, сегодня трудно поверить, что когда-то на месте гостиницы «Москва» были торговые ряды. Но, тем не менее, так было. Все эти ряды были снесены в 30-х годах. Тогда началось проектирование гостиницы «Моссовета Москва». Так она называлась. Ну, почему это случилось? Много иностранцев стало ездить в Советский Союз. А у нас-то в Москве было всего две приличных гостиницы. «Метрополь» да «Националь». И все. Раз-два и обчелся. Да и хороших номеров немного. Ну, а кто жил в хороших номерах? Узнаем, кто. Узнаем, кто. Вот, например, Владимир Ильич Ленин с Надеждой Константиной Крупской. Первые годы, когда Москва стала столицей, жили в гостинице «Националь», в номере «Люкс», в бывшем императорском номере. Там же жили наркомы всевозможные. Ну, постепенно они переехали в другие места, в другие дома. Михаил Иванович Калинин. Михаил Иванович Калинин. Тоже в номере «Люкс». Все-таки любили удобство люди. Любили, а удобство были, как говорится, дай бог каждому. Ведь что такое «Националь»? Ее строили в начале 20 века. Оснащена гостиница по первому слову техники. Телефон. Что такое телефон в Москве? У кого тогда был телефон? Знаем, у кого. Знаем, у кого. Позолоченные, понимаете, унитазы, ванны, ракин. Вот так вот. То есть евроремонт в квадрате. А почему? А потому что строилась гостиница для того, чтобы приезжавшие в Москву великие князья чувствовали себя как дома. И ни в чем не испытывали нужды. И, вы знаете, «Националь» так и остался элитной гостиницей, которая углом своим выходит на охотный ряд, находясь в начале Тверской улицы. С видом на Кремль. С видом на Кремль. Это изящное произведение искусства в стиле модерн. Но мы, конечно, будем говорить о гостинице «Москва», которую, ну, никак не сравнить по своему образу и подобию с гостиницей «Националь». Здесь хочется вспомнить Илью Ильфа, который в числе первых советских писателей, деятелей искусства, пришел во вновь отстроенную гостиницу «Москва». Это было в году в 1935-м. И он говорит, какой огромный вестибюль, уходящий вдаль ряд колонн. И чувствуется, что здесь поработала рука идиота. Вот так он выразился. Рука круглого идиота. Он не может понять. Там можно запутаться. Лес колонн. Вот я пересказал слова Ильфа. Ну, не очень приятно. Ну, метко. История гостиницы, конечно, трагична, поскольку ее строительство пришлось на тот самый период, когда в Советском Союзе происходил резкий поворот от определенной свободы в искусстве, плюрализма мнений, к единому методу социалистического реализма. Вот этим молодым архитекторам Стопрану и Савельеву сказали, что ваш проект в стиле конструктивизма не актуален и несовершенен. И вы должны изменить его в соответствии с требованиями времени, с требованиями партии. То есть просто, надежно и еще раз просто. Да. Социалистический реализм. Вот покажите нам, что такое советская гостиница в стиле социалистический реализм. Ну, они вроде бы взялись. Но, как говорил в святом анекдоте, все равно получается пулемет. Ничего у них не вышло. И тогда подключили Алексея Викторовича Щусева, нашего знаменитого зодчего, автора мавзолея, Казанского вокзала, Марфа-Мариинской обители, куда мы заглядывали в своих прогулках. Щусев отказался. Отказался, сказал, нет, я не буду. Ну что, братцы, я буду переделывать проект. Это хуже всего, когда надо переделывать. Нарочно не придумаешь, и во всех грехах будут... Винит тебя. Конечно, хотя начинал проект не он. Раз отказался, два отказался. Ну, а третий раз поставил условие, что его подпись будет стоять первой на проекте. Ну, так и порешили. И взялся он за дело. Естественно, молодым соавторам не понравилось. Все, что Щусев наворотил. Им показалось, что он у них украл все, все их идеи. Ну, эти архитекторы молодые, что они создавали до этого? Ну, например, какая-то фабрика, кухня, что-нибудь подобное. Павильон, животноводство и тому подобное. То есть, вот такие малые формы. А тут Щусев. Щусев корифейн, к тому же имеющий множество завистников. Ну, он приобрел еще его. Их стало еще больше на два человека. Ну, он как-то спокойно к завистникам относился. Он не обращал на них внимания. Мне кажется, с той высоты, на которой он стоял, это было удобно. Плевать, так сказать, на завистников. Вот, но этот случай, конечно, оказался из разряда вон. Что же произошло? Гостиница-то вышла так себе. Гостиница. И мы знаем, что фасад ее разный. Левая часть одна, правая другая, если мы стоим перед главным входом. А вышло так. На съезде архитекторов в 1936 году Алексей Викторович Щусев позволил себе поспорить с самим Молотовым, главой советского правительства. Это произошло публично. В присутствии большого количества архитекторов и прочих заинтересованных лиц. А в чем же смысл спора был? Из-за чего? Да какая-то мелочь. Молотов покритиковал архитекторов из круга Щусева. Что, ну что же вы все хорошие проекты забрали себе? А молодежи отдаете какую-то мелочь. Ну тут Щусев взорвался. Он, что значит, дворцы себе взяли, там жилые дома, жилые комплексы, театры. Бокзалы. Да, Щусев дает реплику из президиума. Что же нам было делать? Им доверить строительство дворцов? Это было очень смело и даже нагло. Все затихли. И Молотов понимает, что надо поставить на место взорвавшегося царского академика. Да, он же еще в царское время стал академиком. И он говорит ему, поворачивается. Если вам не угодно наши порядки, мы можем дать вам паспорт. И вы можете выехать за границу. Вот такой был смысл фразы Молотова. Вот все, все стало ясно. Все поняли, к чему все идет. Нет, конечно, Щусева сразу не арестовали. Он уехал отдыхать в Сентуки. Но тут и началось. Зашуршали, вот завозились. Те, у кого давно был зуб на Щусева, стали... Все возбудились. Да, возбудились. И началась кампания травли архитектора Щусева. И первую скрипку в ней сыграли как раз его соавторы невольные, да? Савель Фестапран по гостинице «Москва». Они написали огромную статью, посвященную жизни, деятельности архитектора Щусева. В газете «Правда». Целый разворот. Где все о нем рассказали советским людям. Что он себе позволяет. Но то, что он говорит гадости про комсомольцев, которых ему присылают... То они туповаты и неразвиты. В архитектурную, да, мастерскую. И то, что он вспоминает свое прошлое царское. Было прекрасно. Да, и про монашек там что-то. Что, как он любил говорить, вам бы с монашками поработать. Ну да, он создал 30 проектов храмов. Это огромное количество. Было непросто работать с церковниками, но он с ними работал. Он защищает Тухачевского. Он говорит, что Тухачевский невиновен. Причем в открытую на собрании у себя в мастерской. С екиром он, оказывается, знался еще в Кишиневе, откуда он родом. Вообще жуткие вещи. И там-то он украл. И у того он отобрал. И этого-то поддержал. И этого, да. А поддержал кого? В основном поддерживает. Ненадежных людей, неблагонадежных. Бывших князей, графов. Военных, которые давно уже, слава богу, разобрались. Да, да. Или, например, тех, кто уже запятнал себя. Сотрудничеством, значит, царским режимом. Вот эти все, знаете, искусствоведы, получившие известность. Тогда, до 1917 года, все они находят у него пристанище в Гагаринском переулке, где он жил в собственном доме. Ну, вот так все закончилось. Печально для Щусева его спор с Молотовым. Появляются огромные статьи. Я собрание в Союзе архитекторов, его исключают из Союза архитекторов. Такой человек не может и не должен строить, так сказать, новые здания для советских людей. Он не тот, за кого себя выдавал. Но возникает вопрос, как же так? А Мавзолей? Ведь это же не отнять. Не отнять. И там, в этой статье, была такая фраза, что не Щусеву решать по смыслу, я передаю ей, кто должен быть автором выдающихся произведений архитектуры. То есть, могли бы найти кого-то и другого на место Щусева. Ну, нашли все-таки Щусева. Слава Богу, да. И вот ждали, что все. Конец ему, да. Он будет арестован, потому что архитекторов брали. Брали очень много. Был арестован архитектор Крюков. Хорошо еще, что если они работали там в Оркуте. Главный архитектор в Оркуте. А если человек на лесоповале, какое могло быть будущее? Печальная судьба. Так что, надо сказать, что вот это колесо репрессий, оно прокатилось очень сильно по рядам советских архитекторов. Музыкальный маршрут. Чтобы найти верную дорогу, сначала нужно заблудиться. По улицам Москвы прогуливаются Ирина Кленская и Александр Васькин. Ну, случилось чудо. Случилось чудо. Проходит месяц, другой, 37-й год, осень. Никто ему не звонит, никто к нему не приходит. Не приходит, и главное, что его не берут. Не берут, работа не дают. Черный воронок тоже не приезжает. Что же будет дальше? И вот стали приходить по вечерам к нему ученики. Приходить и извиняться. Что вы уж простите нас. Что мы подписали. Подписали. Они поняли, что он никуда не поедет, ни в какую Воркуту. И, видимо, фортуна все-таки повернулась к нему, так сказать, лицом. С ним ничего не сделают. Да, с ним ничего не сделают. Ну, конечно, первым он уже не стал советским архитектором, каковым был до этого печального случая. У него отобрали многие проекты. И волевым решением его ученики, которые выступили против него. Ну, например, Чичулин, известный советский архитектор. В Москве есть улица Чичулина. Он был главным архитектором Москвы. Так вот, его назначили, допустим, автором проекта одного из зданий, где создавался Щусев с нуля. Вот так было. Такое было время. Вступило указание убрать его имя отовсюду. Ну, и что же у нас с гостиницей Москва? Возвращаемся к этой гостинице. Непростая история. Непростая эпоха. Ну, говорили, что его спас Берия. Валентий Павлович, человек творческий, который, оказывается, в своей юности учился в некоем строительном техникуме, где он видел картинки с изображением Казанского вокзала, Марфа-Мариинской обители, и знал, что вот Щусев – это основа основ. Вот что значит хорошее воспитание. Он учился, если не ошибаюсь, в Баку. И он знал фамилию Щусева. А большевики, они тоже, так сказать, знали меру своих... Фантазии. В своих фантазиях все-таки были люди, в которых они испытывали необходимость. И что бы те люди ни говорили, например, Капицы тот же самый, их не трогали. Ну, изолировали, но не трогали. То есть их никуда не отправляли. Почему? А с кем же тогда работать? С тем, кто смотрит в рот, понимаете, и постоянно слова словит. Вот и есть такая интересная версия. Я ее излагаю в своей книге «Биография архитектора Щусева». Берия вызвал его и сказал, что вы еще поработаете. И дал ему, так сказать, возможность продолжить творческую жизнь свою. Щусев возвращается к работе на гостинице «Москва», которая была прервана всеми этими печальными событиями. И он решает отметить своеобразно вот этот рубеж в своей биографии. Каким образом? Создав совершенно иной, то есть левый фасад мы видим в одном стиле исполнен, даже не в стиле, а в образе. Правый совершенно другой. Ну, мы можем видеть это изображение, кстати, гостиницы «Москва», вот такое интересное, разное, я бы сказал, с разными фасадами, на этикетке водки столичной, если не ошибаюсь. Она темой прославилась, что вот Щусев сделал не то, что назло, но вот он так сделал, что вы так успели сделать, сказал он своим соавторам, которые обрели его помоями и, в общем, довели его до такого состояния. А он сказал, а я сделаю вот так. И вот получается так, что левая часть одна, а правая часть другая. Вот занятная история, с гостиницей «Москва». Ну, гостиница эта строилась, опять же, для кого? Для делегатов съездов. То есть, это было такое статусное место. Но не пять звезд. Не пять. Не пять звезд. Все-таки заметим, что когда вот 10 лет назад гостиница была снесена, какое было основание? Что она совершенно не современна. Кто-нибудь попробовал подобное сказать про «Националь». Да, вот смотрите, как интересно, что «Националь» — это «Националь», а гостиница «Москва» действительно старое, убогое место, три звезды. И тогда, я думаю, это было так, хотя украсили все произведениями искусства советских художников, скульпторов. По бытовому довольно была она простая, элементарная. Да, там, конечно, был люкс, но представьте себе, зачем строить гостиницу для всех депутатов Верховного Совета? Не жирно им слишком ли в люксах-то жить? То есть, такой массовый уровень, но совсем, что нужно простому депутату или делегату съезда партии. Того времени. Того времени, да. И это считалось высоким уровнем. Люди приезжали из аулов от Катского станка, понимаете, в первый раз в Москве открытый рот, метро, значит, катаются на эскалаторе, да. Кремль. Кремль, да. Ленина в гробу видит, потом голосует, поднимают на сессии, и куда? И в гостиницу Москва. Недаром Ильф сказал, что рука идиота, да, водила. То есть, это было призвано, что поразить, поразить вот таких вот людей, которые ничего в жизни не видели, и, так сказать, должны были увидеть нечто, да, и потом рассказы. И вот, надо сказать, что по стечению обстоятельств гостиница Москва в годы войны оказалась единственной московской гостиницей, где работал свет, где было отопление, было электричество. Мы подходим к этой интересной теме, что вот именно с начала боевых действий гостиница Москва стала использоваться для размещения выдающихся деятелей советской культуры. И, в частности, в октябре месяце в гостинице Москва поселилась семья Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Сюда же привезли больного Асафьева из Ленинграда. Ну, мы знаем, что Шостакович был вывезен из Ленинграда, как и Ахматова, на самолете. Они даже не взяли с собой вещи. В последний момент им удалось выехать. Война началась для Шостаковича в Комарово под Ленинградом, дачное место. Там был большой дом. И вот, узнав, что немцы перешли границу 22 июня 1941 года, Шостакович собрался с семьей, выехал в Ленинград. Ну, там совсем немного осталось, как мы знаем, довольно быстро подошли к границам Ленинграда фашистские войска. Но, к чести Шостаковича, он же не спешил уезжать. Ни он, ни его семья. Саш, он же помогал очень. Да. Дежурил. Дежурил. В Петербурге. Он тушил зажигалки. И вот вы знаете, что самое интересное? Ну, все мы хорошо знаем, наверное, со школьной скамьи, что в это время Дмитрий Дмитриевич писал там седьмую симфонию. Сохранились кадры кинохроники, где вот он сидит за роялем, где он говорит об этом. Выступает на радио. Да, и в сентябре 1941 года, когда немцы очень близко подошли к Ленинграду, уже окружили его. Фактически Шостакович выступил по радио и сказал, что час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. И если мне удастся закончить третью, четвертую, тогда можно будет назвать это сочинение седьмой симфонией. Вот тогда уже родилась легенда. Потому что тогда уже узнали, что в окруженном немцами городе наш замечательный композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович, который еще вчера пинался всячески как формалист и был доведен чуть ли не до нервного истощения. Ничуть, Саша, был доведен. Он перестал спать, он болел. Ему снились кошмары, как пишут в своих дневниках. Он и так был человек чрезвычайный, чувствительный. Чувствительный, да, очень чувствительный. Здесь такая тоска и депрессия, но работа стала его спасать. Да, спасать. И вот обратите внимание, вот он пишет седьмую симфонию, продолжаются бомбежки, он прерывает работу и поднимается на крышу и тушит зажигалки. Один раз даже в него чуть не попала зажигалка, и по чьему-то воспоминанию он потерял на крыше сознание, или чуть-чуть его задел огонь. То есть все было. Ну, ему потом сказали, уже после войны, Дмитрий Дмитриевич, зачем вы это делали? Вы понимаете, что, забираясь на крышу, принимая участие в тушении зажигалок, вы же подвергали себе опасности, вы бы не закончили свою симфонию. И Шостакович ответил, гениальная фраза, если бы я не поднимался тушить зажигалки, я бы и не написал эту симфонию. Представляете? Хорошо. Он говорит о том, что он на себе испытал, что такое бомбежки, война. Что такое ужас. Ужас. И поэтому и написал, это действительно гениальное произведение. Надо сказать, что он работает над Седьмой симфонией, но поступает приказ вывезти Шостаковича любой ценой. Блокану Ленинграда. Жили они в Ленинграде на Большой Пушкарской улице. И в один прекрасный момент приезжает машина, и они вчетвером, Дмитрий Дмитриевич, его жена и двое детей едут на аэродром и садятся в самолет с обычной истребителем. Там даже о каких вещах и речи не шло. То есть они все это видят. И летчик говорит, что если махну рукой, ложитесь на пол. Потому что там даже и развернуться было негде. То есть, конечно, они могли бы и погибнуть. Конечно. И вот перелетают они чудом в линию фронта, приезжают в Москву и дают им номер в гостинице «Москва». Но первым делом он идет в Шостакович магазин. Покупают игрушки дети. Потому что игрушки они забыли в Ленинграде. Не то, что забыли, они ничего не взяли с собой. Все там осталось. Рояль Шостаковича, который потом попросил он перевезти, мы ему сделали это после войны. Все осталось там. Может быть, единственное, что он взял ноты с собой. И вот живут они в гостинице «Москва». Шостакович продолжает работать на седьмой симфонии. И тоже бомбежки. Он из огня до вполымя попал. Мы целую передачу, нашу прогулку, посвятили этому. Прогулку по фронтовой Москве. Мы рассказывали, как жестоко бомбили Москву, как гибли люди. И во время бомбежек люди, жившие в гостинице «Москва», спускались в бомбоуберще. И там пережидали. Отличное было бомбоуберще. Но, конечно, было слышно удары и стрельба зенитных орудий. Бедные люди. Какой страх. В каком страхе жили и существовали. И вот сидит его жена Нина Васильевна. Двое детей. Дочь Галины. Сын Максим. Они сидят, ждут, пока кончится бомбежка. А Шостакович ходит. Туда-сюда он ходит беспрерывно. И повторяет только одну фразу. Братья Райт, что же вы наделали? То есть братья Райт, создатели самолета. Что же вы наделали? Потирать. Что же вы наделали? Вновь бомбежка, вновь опасность и уже опасность окружения для Москвы. И тогда советское правительство принимает решение вывести композиторов куда? В Куйбышев. В Куйбышев запасная столица, где в президиум Верховного Совета размещаются иностранные посольства. То есть такое внимание к нуждам композиторов. И Шостакович покидает гостиницу Москва. Едет он на Казанский вокзал. 16 октября. Тот самый знаменитый день Москвы. Самый страшный. Страшный, да. Когда народ в панике пешком на подводах, потому что машин уже не было, устремился направлению на Рязань. И уже все, так сказать, думать, что немцы уже в Химках приехали, как говорится. Да, да, были близко. И чудо, конечно, спасло, что только не говорят, что икону на самолете вокруг Москвы провезли. Вообще все, что хочешь, тут можно говорить и можно и в это поверить. Но, тем не менее, действительно, каким-то чудом отступили. Отступили, но вот Шостакович. Вот смотрите, какой интересный портрет Шостаковича. Конечно, он растерян. Он стоит на перроне Казанского вокзала, не знает, что делать. Что будет. В этот момент он встречает молодого студента Московской консерватории Карена Хачатуряна, племянника у нашего знаменитого Арама Ильича Хачатуряна. Ну, способный очень, так сказать, молодой человек. Он впоследствии учился у Шостаковича и вырос в крупного композитора. Ну, например, балет Чаполина. Это он. Это он. И мультфильм знаменитый. Еще и автор гимнов нескольких африканских стран. Ну, все такой профессиональный гимнописец. Долгую жизнь прожил. И вот он, молодой студент, запомнил на всю жизнь этот образ Шостаковича. Стоит Шостакович маленькие дети. А у второй швейная машинка. Каким-то образом он садится в поезд. Ну, естественно, не до такой степени, конечно, что он в прострации. Но он чем-то все время озабочен сильно. И выясняется, что потеряны два чемодана, которых не вещи-то, не барахло какое-то, а партитуры седьмой симфонии. Представляете, она потерялась при отравлении с Казанского вокзала. Он, конечно, как на иголках был всю эту дорогу до Куйбышева. Говорит, он все время бегал, его посылали за кипятком. И он все время приносил кипяток всем во все купе. Да, совершенно верно. И, слава богу, нашлись эти чемоданы, наверное, потому, что там была бумага. А не деньги или вещи. А не деньги или не вещи. Вот. И приехал он в Куйбышев, где начались репетиции седьмой симфонии. А вскоре состоялась и ее премьера. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Московская премьера Ленинградской симфонии прошла 29 марта 1942 года в колонном зале Союзов. Симфонию сыграли напротив гостиницы «Москва». Дирижировал самосуд. Как история, как судьба причудливо соединяет все, что нужно соединить. Мы вернемся на охотный ряд и еще побродим вокруг гостиницы «Москва». Город полон тайн и звуков ленительных, страстных. Судьба города, судьба домов, судьба людей сквозь музыку города. И за поворотом нас ждет новая история, новая судьба, новая мелодия. По улицам города прогуливались Ирина Кленская и Александр Васькин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым.